Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большому осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, то человек совершенный, могу же обустать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтоб они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Так язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекрасны неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляемый от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающих и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца. Им проклинаем человеках, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза с моквой. Также не может один источник изливать сладкую и соленую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Догажи это добрым провидением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь, не лгите на истину. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше вопевых, мирна, зачем чиста, послушлива, скромна, полна милосердия и добрых плодов. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok